Всем доброе утро! Доброе утро! У нас сегодня уже пятница. Сегодня решили начать день со съемок и решили ввести в наш канал немножко новый формат видеоблогов. Больше будем снимать такие живые лайв-влоги. Думаю, что это вам больше будет интересно. Надеюсь, по крайней мере. Посмотрим, как получится. Такого формата очень много сейчас на ютубе и он больше заходит зрителям, поэтому будем стараться, будем снимать, будем вместе с вами проживать нашу жизнь интересную в Германии. Кому интересно, смотрите. Нам будет приятно. Что начинаем сегодня? Только проснулись. У нас 10 часов. Я проснулась чуть раньше, Дима чуть позже. Разбудила его. Сейчас будет заниматься у него несколько собеседований конференции, так как он ищет новую работу. Я сейчас думаю, что же приготовить на завтрак. Мы обычно завтракаем не так рано, как многие люди в 6-7 утра, кто едет на работу. Нет, где-то в 10-11 у нас бывает первый прием пищи и всегда хочется приготовить что-то такое сытное. Потому что хочется кушать уже в 10-11 более так плотно, а не просто что-то там сладенькое или овсянку и так далее. В общем, продуктов у нас особо много нет, потому что сейчас опустошаем холодильник, чтобы перед новой закупкой он был пустой, чтобы можно было все продукты поместить. Сейчас буду открывать холодильник, смотреть, что у нас есть. Скорее всего пожарю яйца, может быть, с зеленью, с сыром, с чем-то таким вкусным. Такую яичницу сделаю с помидорами и будем завтракать вместе. Конечно же пью воду. Кстати, водичка холодная, без воды вообще не могу. Утро всегда с водой начинается. Так, открываем холодильник. Конечно же беру яйца. Их тоже тут, кстати, осталось немного. Почу в субботу сходить на ярмарку. У нас здесь ярмарка по субботам в центре. Можно купить очень вкусные овощи, фрукты. И не только овощи, фрукты. Так, рыбка у нас еще красная. Тоже пойдет куда-нибудь. В Филадельфии. Сейчас еще сделаю хлебушек в тостере. Так, сыр. Что мне еще нужно? Наверное, какую-то зеленушку. Здесь есть такой вот лучок. Тоже его порежу. Так, я надеюсь, что будет вкусно. Сейчас будем пробовать. Так, что будет у нас яичница из всего, что есть в холодильнике. И все, я делаю ведущийся. Вот такой у нас тостер. Купили его в магазине TEDx. Стоит он всего лишь 15 евро. Очень мне нравится. Сейчас сделаю вот такой хлебушек. Хай протеин называется. Тост брочен. Очень вкусный. Элементарно все. Туда кидаете хлеб и вытаскиваете уже гренки. Здесь есть, кстати, несколько режимов. Можно спокойно ставить режим, какой вам нужно, и он себе делает. Но я сейчас пока не буду делать. Пока сделаю яичницу, чтобы хлеб не остыл. И потом хлебушек сделаю. Так, яичницу делаю всегда вот в такой сковородке. Хотя это сковородка ВОК для, скажем так, для какой-то пасты. Для пасты ВОК и так далее. Но она очень хорошо жарит все. Поэтому я в ней делаю абсолютно все. Все жарю, как всегда, на нашем любимом оливковом масле, которое, кстати, уже закончилось. Надо купить новую бутылку. Сейчас подожду, пока чуть нагреется масло. Так, яичницу у нас рубят все. И я именю, поэтому очень часто делаю яичницу или облет с молоком. Или яйца просто варю на завтрак. В общем, так, наверное, 4 яйца. Может, хватит 4. Так, готово. Все. Немножко поджарится уже, когда дам какие-нибудь специи. Так, сейчас буду добавлять специи. Что я добавляю? Белый перец. Можно белый и черный на ваш вкус, в принципе. Посолить, конечно же. Баночки. Многие спрашивали, где их заказывала. Очень классно, очень удобно. 12 штук мне пришло. Заказывала их на Алиэкспрессе. Пришли из Испании. Стоило 12. Упаковка с 12 банок около 22 евро. Очень мне понравились. Они были на скидке. Вообще они там 50 с чем-то. Не знаю, что будет еще на скидке. Еще 12, скорее всего, возьму. Для специй прям очень удобно. Можно еще на них купить такие, как, как они называются, наклейки. И, в принципе, будет намного удобнее. Мелко нарезаю вот эту зеленушку. Можно использовать любую зелень, которую есть у вас холодильнике. Укроп сюда подойдет, петрушка. Все, что вы любите, все, что вам нравится. Я покупала эту зелень еще на ярмарке. И в ту субботу вот она себе лежала в холодильнике. На ярмарку снова пойду в субботу, потому что там, не могу сказать, что там дешевле фрукты или овощи, чем в магазине. Но мне почему-то кажется, что там все более вкусно, так как это фермерская ярмарка. Конечно, они в магазине тоже могут быть фермерские. Но все равно, как-то туда идешь, все покупаешь, все очень вкусно. Помидоры там брала, сочный перец, сладкий и так далее. Так, зелень готова. Сейчас, по-моему, осталось 4 бедных несчастных помидора черри. Сейчас их тоже кину туда, потому что уже лежат тоже неделю. Надо их использовать такими кусочками, их нарезать. Сильно крупные можно померить. Помидоры уже можно кинуть, в принципе, чтобы они обжаривались. И зелень уже тоже можно туда. Потому что я люблю, чтобы зелень была чуть-чуть такая обжаренная. Они просто свежую кидать, знаете, как кидают сверху. Уже в конце потом добавим сыр сверху. И будет вкусно. Кстати, можно ставить чуть меньше температуру и под крышку буквально на полминуты. Все, ждем вкусный завтрак. Так, делаю чайчик. Диме, как всегда, его любимый черный. Мне зеленый или сахаром. В общем, ничего не меняется. Яичница уже почти готова. Сейчас еще хлебушек кинул в тостер. Сначала ставлю хлебушку. Где-то на тройку ставлю. И все. И там уже начинает готовиться. Ждем, пока пройдет время. Вон, сам выскочил. И можно, в принципе, завтракать. Готова наша яичница. Сейчас буду... Обычно вот так кладу сковородку. Все время пугаюсь. Я все время пугаюсь от этого тостера, потому что я не привыкла еще к нему. И он постоянно вот таким образом, когда выскакивает хлеб, этот звук, мне все равно кажется, что-то где-то произошло. Так, снимаем крышку. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас присыпаю сыром. 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 Сейчас присыпаю сыром. У меня грамма подано очень вкусный сыр. Такой немножко солененький. И потом уже буду раскладывать по тарелкам, буду наслаждаться. Все. Мой рот и дождь. Мой рот и дождь. Мой рот и дождь. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Я не то, что забыла, я ее заказывала, но я думала, что она придет намного позже, потому что было написано, что 2-3 недели, а пришла буквально через неделю, еще нету, точно, я вообще про нее не подумала. Все знают, что я крашу волосы, крашу обычно в салоне здесь у нас, но так как уже очень сильно это все подорожало, я решила попробовать и заказать на дом краску, очень много отзывов об этой краске читала, краска и здесь окислитель сразу идет, очень много отзывов читала, решила заказать краску из Италии, я поэтому думала долго будет идти, но очень быстро пришла. На ebay ее только нашла, в других местах нигде не было, здесь у нас в Германии нету нигде, не знаю, ни на каких там сайтах косметических этих всяких, в общем, решила заказать, попробовать дома самой покрасить. Так, какие-то 2 этих прислали еще, такие реплотки или это, наверное, не знаю, в общем, вот она краска, вот это покажу поближе, может кому-то будет интересно, делайте скрин. У меня вот такой цвет, я заказала темно-коричневый получается, но я такими красилась. В общем, буду пробовать, не знаю, это вообще первый раз я буду дома красить волосы, вот так она выглядит и вот это идет окислитель, получается 20 вольт, 6% я заказала, обычно 3% раньше мне делали, но так как появляются седые волосы периодически, решила все-таки таким покрасить, чтобы, ну, во-первых, не красить часто, где-то раз в 2 месяца, поэтому вот так выглядит это все. Стоит краска, сколько она стоит, сейчас помню, значит, вот эта именно краска стоит 13 евро, по-моему, и этот, как его, окислитель тоже около 10 евро, но пришла очень быстро, честно, было написано, что придет через 3 недели, пришла буквально через неделю, я очень рада, не знаю, может сегодня, может завтра, попробую уже покрасить волосы, потому что уже давно пора. Вот такая вот краска. Кому нужно, делайте скрин, заказывайте, ищите ее. Я постараюсь оставить ссылочку, если вспомню, где я ее заказывала, оставлю ссылочку в описании под видео, думаю, многим будет это интересно. Все, пьем дальше чайчик. Хотела, кстати, еще с вами поделиться одной, можно сказать, новостью. Где-то неделю или две назад, да, не помню уже, Дима был на улице, стрик траву, получается, газонную, и я дома что-то делала, тут он заходит, говорит, сейчас соседка к нашим гостям придет, ну, соседка, которая напротив нас живет на первом этаже. Я удивилась, она к нам никогда в гости не приходила, но мы так, общаемся, ну, как, если видим друг друга, как дела, туда-сюда, привет, пока. Вот, она сама из Польши, живет здесь уже очень давно, лет 20-30, наверное, в Германии. Зовут ее Лидия, очень хорошая женщина, постоянно с ней там видимся, общаемся, я часто передаю ей, Дима носит пирог, если я что-то пеку, она нам печенье, в общем, по-соседски чисто. Так вот, Дима забегает, говорит, сейчас придет соседка, хочет посмотреть нашу квартиру, я вообще не поняла, по какому случаю экскурсия такая спонтанная. Ну, в общем, пришла соседка, все посмотрела, туда-сюда мы пообщались, она говорит, да, хорошая квартира, все, пойдемте, я вам покажу мою квартиру, хотя я у нее была уже один раз дома. Пошли, посмотрели ее квартиру, в общем, выяснилось, что она хочет с нами поменяться квартирами. Ее квартира 80 квадратов по величине, наша 65, конечно, наша меньше. У нас одна спальня, у нее две, получается, комнаты, две спальни, и у нее кухня, у нас кухня, получается, открытая с гостиной вместе, объединенная, а у нее кухня закрыта, и, то есть, как отдельная комната, там кухня находится, и гостиная, получается, с объединенной зоны уже объединены, у нее тоже есть терраса на улицу, она выходит просто на внутренний дворик. В общем, она говорит, я вам предлагаю, чтобы, если вы вдруг захотите, чтобы мы с вами поменялись, потому что она там жила до этого со своей мамой, мама умерла буквально, не знаю, сколько, на месяце два назад, вот, мама у нее умерла, мама была уже такая в возрасте, наверное, около 90 лет, и она говорит, мне уже нет смысла здесь одной жить, потому что квартира большая, она говорит, я вижу, что вы вдвоем, наверное, вы планируете детей и так далее, в общем, вам будет удобнее здесь. Что по цене? Ее квартира на 150 евро, если говорить про холодную аренду, да, на 150 евро получается дороже, чем наша, и, конечно, будет отопление дороже выходить, потому что, чуть больше выходить, потому что там есть еще одна комната для отапливания, не знаю, мы походили, посмотрели, квартира действительно больше нашей, и очень круто, что есть еще одна комната, потому что нам здесь еще одной комнаты не хватает, например, сейчас мы бы там, наверное, сделали какой-то рабочий кабинет для мужа, а в последствии, когда появился бы ребенок, то, конечно, детскую, потому что у нас получается, что здесь в гостиной и рабочий кабинет, и гостиная, и обеденная зона, и кухня, все, в общем, вместе, немножко неудобно. Еще я хочу купить себе столик для макияжа, тоже его некуда поставить, потому что вся косметика сейчас стоит на столе, обеденном, там, где мы не едим, то есть, когда гости приходят, только я его накрываю, вот, и, в общем, в принципе, предложение нам понравилось, мы договорились на том, что мы подождем сейчас счета, должен быть перерасчет по коммунальным услугам, в частности, по отоплению нам должна прислать фирма, и мы хотим посмотреть, она хочет посмотреть, сколько она платит за квартиру по отоплению, и мы хотим посмотреть. Не знаю, мы еще не решили, нужно нам это или нет, конечно, первый вопрос, это тот, что, как бы, первый нюанс, что нужно платить чуть больше, в принципе, переезжать сложного ничего нет, потому что это просто перенести все вещи напротив в другую квартиру, в принципе, не надо никуда ехать, машину заказывать и так далее, просто перенес все, и все. Не знаю, я, конечно, как девочка уже после первой экскурсии в ту квартиру в голове разложила всю мебель нашу, мысленно разложила в той квартире, где что будет стоять, где мы будем спать, где будет кто кушать и так далее. Но пока вот так, не знаю, уже несколько недель, вот, думаем, думаем, посмотрим, как получится. Конечно, мы здесь уже в нашей квартире привыкли, уже все обустроили, но на самом деле там квартира абсолютно по ремонту, по косметическому она такая же, то есть на полу такая же плитка, все они сделали в таком стандартном виде, в стандартном ремонте, единственное, что там у нее, понятно, своя мебель у соседки, у нас здесь своя, вот это все перенести туда-обратно и, в принципе, все. Не знаю, может быть, и сделаем это. Еще мне нравится, что ее терраса выходит на внутренний дворик, и у нее там никогда не бывает солнца, то есть у нас здесь после обеда, если солнечный день, жара сильная, после обеда у нас вообще здесь надо все закрывать, потому что со стороны террасы у нас жесткая жара, солнце и так далее, там не то, что на террасе не посидишь, даже на кухне не хочется сидеть, а с ее стороны, конечно, намного удобнее, потому что там можно посидеть, там всегда тенечек, единственное, что там на внутреннем дворике стоят мусорные баки, и мы думали, что это не очень приятно, что они там воняют, еще что-то, на самом деле оказалось, что они вообще не воняют, потому что в Германии всегда все чисто, по крайней мере в нашем дворе точно, поэтому ничего сложного нет в этом, ничего неприятного, не знаю, посмотрим, будем думать, в принципе, квартира такая же, единственное, у нее вот, когда заходишь с припожей, в бок идет не только, получается, ванная комната, еще одна спальня такая маленькая, и у нее вот гостиная побольше заметно, заметно, что спальня одна побольше, ванная комната чуть-чуть побольше, ну, в общем, все немножко больше, чем у нас, и вот прям идеальная для нас квартира, не знаю, если вот как судьба подскажет, так и будет, не знаю, посмотрим, пока вот думаем, переезжать, в принципе, нам недолго, тут собирать чего-то сверхъестественного, ничего нет, из самого огромного, это у нас шкаф получается в спальне, его разобрать, перевезти, и там его разбирать особо, и кровать вот эта большая, может диван, не знаю, может, наверное, так перенести, ну, в общем, что-то такого громоздка особого у нас нету, можно спокойно все перенести, не знаю, будем думать, посмотрим. На террасу у нас тоже пока еще не благоустроена, хозяин, владелец нашей квартиры обещал, вот буквально приезжал пару недель назад, обещал, что будут делать заборчик, еще что-то, в общем, пока никто ничего не делает, он, кстати, смотрит наше видео, если он меня сейчас смотрит, передаю нашему владельцу привет, потому что он сказал, что он смотрит наш YouTube-канал, наверное, с переводчиком на немецкий, передаю ему привет, скажу, что мы негде ждем забор уже, с нетерпением уже год ждем, и все, никак не дождемся, не знаю, хочет поставить он заборчик, я так поняла, возле дороги, где тот газон, чтобы как-то огородить, но тут не ставят такие огромные высокие заборы, вы знаете, просто что-то такое формально, но все равно, когда у нас сидишь на террасе, хочешь выйти, посидеть, кажется, как будто ты на дороге сидишь, потому что люди проходят, машины ездят, несмотря на то, что здесь не проезжает куча машин, здесь там по пару-тройка машин, там два часа, но все равно, нет какого-то уюта, такого, как в твоем внутреннем своем дворике, и поэтому квартира соседки, она немножко больше так нам подходит, будем смотреть, будем думать, и кто знает, вдруг у нас спустя год, как мы переехали из Мюнстера в Бек, он будет еще один переезд, да, так долго переезжали, обустраивали квартиру, теперь, может быть, опять будем обустраивать, не знаю, посмотрим, но хотя там ничего нам особо покупать не нужно будет, у нас уже все есть, мебель вся есть, все есть, она туда тоже, в принципе, вписывается так же, как и в нашу квартиру, ничего там, не нужно сверхъестественно нового покупать, я бы туда, наверное, купила только столик для макияжа и, наверное, какой-то шкафчик в ванную комнату, потому что мы и сюда хотим шкафчик высокий, у нас полка открытая, высокая, хочется шкафчик, чтобы все было закрыто, туда все разложить, заложить, и чтобы ничего не было видно, посмотрим, планов много, но на это все требуется не только время и силы, требуются еще и финансы, причем немаленькие, будем смотреть, сейчас в Германии все дорожает, подорожали продукты, все остальное, поэтому все в жесткой экономии, мне кажется, сейчас в Германии, и не знаю, будет ли это целесообразно сейчас переезжать в другую квартиру, которую надо еще больше оплачивать, и газ, насколько я знаю, в Баварии, ютуб блогер рассказывал один, что поднял где-то на 40% у них оплата газа, у нас не знаем еще, как будет, пока мы ничего не знаем, не приносили нам еще перерасчет, но здесь перерасчет делают раз в год, мы живем здесь вот ровно год, 10 июля было, поэтому будем ждать, будем смотреть, авось и переедем туда. Все.